ПЕСНЯ Законы социума. Есть законы души и сердца. Так вот, к сожалению, в нашей жизни законы души и сердца, как мы говорим, когда давали делье, очень часто пересекаются с интересами социума. Для меня Андрей один из самых патриотов, патриотичных, которые только могут быть. Он, если бы были все такие, как Андрей, не был бы войны, мне кажется, изначально сразу. Он человек, он философ, он мечтатель, он рыцарь, и в этом его есть слабость, и в этом его сила. На эту слабость он был пойман, и то, что он сделал, осознанно этот выбор. Не испугавшись мнения рядом стоящих людей, которые играют в чужие игры, он выбрал свою игру, он не спрятался без трусов, он расставил так приоритеты своей жизни и, собственно говоря, определил свой финал и свой конец. Для меня, если бы, если ко мне в дом придет, не дай бог, конечно, мое государство, мои друзья, я не знаю, кто угодно, с мечом, я буду драться с любым. У меня не будет возникать вопроса о том, против кого я иду. Я защищаю свою женщину, будучи моих детей, я защищаю свою еду. И все остальное для меня это игры, которые придумал человек, живя на этой планете. Не было такого какого-то увлечения, славного, потому что, мне кажется, когда какой-либо классик, русский, украинский, неважно, российский преподавец в школе, подбивает какой-то нежелание мотору поинтересоваться всем дальнейшим, что будет там, что он написал, произведение, потому что задолбили в школе. Слава Богу, что я обратился сейчас, уже будучи с каким-то формировавшимся сознанием, я уже понимал, о чем писал Николай Васильевич, а Владимир Владимирович меня поправил. Если бы я что-то не так понял. Ну, а вы знаете, у вас почти у всех есть впечатление, что такое Таразовый? Это что-то такое шароварная почка. И там, значит, Андрей полюбил полячку, его сын, а он его за это убил. Вот, собственно, и, пожалуй, все. Хотя история называется не Андрей, и не Остал, она называется Таразовым. И совершенно не случайно. Это моно-повесть. И соответствующий просто моно-фильм. Я думаю, что писателю понадобились образы двух сыновей для полного раскрытия образа Тараза. Тараз, в данном случае, мне кажется, является персонификацией души нашего народа в этот трудный период. Многие, кто читал поиск, может быть, не обратили внимания, сколько лет проходит в поиске. То есть от момента приезда детей на хутор, где ждет отец, до момента, когда его уберут. Могу сказать, проходит 150 лет. Ибо в начале, когда я здесь сказал, в 15-й год, окончается напоминанием конкретной эпидемии подполомленной, которая произошла в 1632 году. И так, сто пятьдесят. Там есть еще интереснейшие вещи, которые уже замечаются. Ну, например, Тарас сел на коня, его кончерок сотрогнулся с очень тяжелым двадцати кутовым телом. Путу 16 километров, 16 художественных, а также 320 километров. Чехотеть не может, поэтому весит. Значит, писателю это понадобится для чего? Чтобы рассказать, что там. Во-первых, о том, что это пыльная ложь. О том, что эта история для 150 лет, кстати, это ровно столько, сколько сейчас наши украинские друзья все время пытаются только этот период и рассказывать в своей жизни. Забывают про Владимир Сосовушка. И потом, да, нейши, трех-сот лет, сужение, вместе. Вот про это писал не Коколь. Это было, естественно, важно рассказать. Потому что Коколь писал о едином народе. Это его опрощенность, это мир, это Россия.